ну вот друзья посмотрите как мне починили здесь этот бок вот здесь конечно немножко не очень но здесь вообще была знаете такая дыра вот видите какая дыра тут как раз на эту дыру пришел шелся основной удар и поэтому ну вот он здесь заделал конечно выпрямил все но сказал что за такие маленькие деньги он конечно там уж до до блеска ничего не отполировал если бы все серьезно он сделал то тогда бы цена была соответствующая сказал до 500 фунтов а так что есть то есть посмотрите какая страсть была перед этим да видели да и вот здесь все починили все почистили покрасили вы представляете как мне повезло мне мужчина в гараже в частном вот его нашел мне опять мартин конечно же он уже приехал вернулся буквально недавно гостил у своих очень хороших друзей пара с которой он как говорит еще со школьной скамьи знаком и он был на самом северо-востоке англии есть там такая деревня ну village сандерланд называется он конечно же без его помощи я бы никак не нашла вот такой вот частный гараж и такие расценки друзья вы не поверите мало того что этот мужчина он когда я приехала показала ему автомобиль он сказал что ну в общем то за полдня я вам сделаю приезжайте в конце дня я поразилась я думала что дней 5 будут не все это ремонтировать но нет вот и значит он запросил представляете всего лишь 80 фунтов то есть 8000 я аж присела потому что я уже когда вот это вот сломала свою машину я конечно же сразу поехала в гараж в котором я всегда прохожу техническое обслуживание и я конечно же сразу поехала в этот свой гараж я его вам показывала кто хочет посмотреть всплывет опять видео вам так вот в этом гараже они меня знают прекрасно я спросила что мне делать посмотрите вот что у меня случилось машиной налетела на камень вот эти камни да вот они любители здесь на самом краю вот ставить такие огромные приволокивать камни для того чтобы защитить свои вот эти палисадники свои вот эти газоны вот видите очень многие и довольно часто распространенное явление вот эти вот камни ставить чтобы машины не заезжали но вот я вижу здесь кто-то уже этот камень свернул тоже наверное как я налетел и вот история для меня например довольно неприятная вот это вот опасность если вы вечером едете по какой-то дороге и вы не знаете эту дорогу совершенно если вы где-то что-то чуть-чуть замешкались вы можете налететь на этот камень и и когда я пришла со своей машиной в гараж стала объяснять что вот я вот так вот на камень налетела прямо слезами горькими теперь плачу а мне сказал этот мужчина который там механик да это у нас сплошь и рядом да много камней вот так вот выставляется и налетают автомобилисты просто чисто случайно не заметив они сказали что да без проблем 200 фунтов но я вы знаете как-то даже подумала что вроде бы как и ничего я была согласна заплатить я еще хотела свою компанию страховую тут включить во все это во все эти дела думаю ну наверное страховая должна заплатить что вы думаете мне сразу сказал этот менеджер в гараже что вы знаете я бы вам не советовал обращаться страховую компанию во первых так или иначе вы должны будете им сразу заплатить 100 фунтов за то что они вам вот откроют вот этот значит вот по вашей заявке вот это дело на вас значит я сразу должна заплатить 100 фунтов потом он говорит что там у них обычно посмотрите что они требуют первоначальной оплаты 200 фунтов а дальше уже как бы если сверх этой суммы то уже страховая компания оплачивает вы представляете я же особенно не читаю эти все договоры я особенно не разбираюсь мелким шрифтом как говорится что у них там по написано я еще тогда помню удивилась что за сумма 200 там стояла сумма 200 фунтов я конечно же ее сразу на нее обратила внимание вот но мне сказали что да это так везде 200 250 вот как то так ну вот а это оказалось именно что вот эту сверх этой суммы они начинают возмещать а до 200 фунтов если какая-то у вас поломка то значит вы сами но помимо всего прочего значит если вы обращаетесь в страховую компанию ну тех у кого есть машина же наверное знают что сразу же у вас на следующий год поднимается страховка ну вот здесь например в англии у меня как-то была тоже небольшая проблема на парковке я и знать не знала что не надо было обращаться ни в какую страховую а просто самой вот как-то починить это все да и все мне бы это дешевле обошлось ну и вот и вот получилось в прошлом году что я не только заплатила эти сто фунтов за то что мне открыли дело да еще и потом на 150 фунтов на следующий год они мне подняли страховку то есть не это обошлось намного дороже поэтому когда я приехала во второй гараж вот который мне маркин нашел и посоветовал и когда мне сказал мужчина что он не сделает буквально за день все все починит и говорит но я не обещаю что это будет стопроцентно но в общем то сделаю я гордо мне не надо стопроцентно я же ее не на продажу и вот он я сейчас приехала то мне вот эту вот машинку за 80 фунтов починила это же просто вообще ну представляете тоже какие цены разные а эти предложили мне 200 фунтов в большом гараже так что вот друзья я очень рада что все у нас так получилось вот действительно вы знаете иногда и подумаешь что все таки с мужчиной да еще и с местным мужчиной который здесь всю жизнь прожил который все знает намного легче вот понимаете получается что если бы мне мартин не помог то я бы не нашла бы конечно этого мужчину гараже и не отремонтировала бы так быстро и так дешево свою машину ну и конечно же друзья дело не только в этом дело в том что все таки трудно жить одному я ну вот я не знаю как другие женщины может быть умудряются как-то спокойно жить в одиночестве у меня не получается мне трудно здесь одной тем более в чужой стране как вы понимаете даже если у меня есть здесь много знакомых это совсем не то и вот у нас с мартиным вроде бы какие-то уже встречи наши были не такие частые как мне бы хотелось и все время он намекал на то что он не хочет тратить мое время что вот ничего у нас серьезного не получится я конечно не могу сказать что я прям ждала чего-то уж совсем серьезного замуж за него мне бы и было и не надо ну вот был бы такой у нас как говорится какой-то гостевой брак или как это назвать даже не знаю я была да и сейчас наверное остаюсь в этого мужчину влюблена очень он мне нравится и остается все равно это чувство у меня несмотря ни на что к нему вот поэтому что я могу сказать когда он приехал объявился и мне позвонил и сказал что он очень соскучился вы знаете мне было это настолько приятно слышать что мы с ним тут же встретились и как говорится встреча наша была просто какая то новая волна появилась какие-то новые отношения и мартин тут разоткровенничался как-то и мне сказал что он даже никак не ожидал от себя что он будет обо мне вспоминать и скучать и что как-то со стороны вот когда он увидел свою эту пару своих друзей как они везде за ручку и говорит что мне как-то стало так тоскливо что я один и вот понимаете вроде бы человек уже созрел созрел к пониманию что одному все-таки не так хорошо что лучше бы где-то быть вдвоем ну мне приятно то что то что он говорит то что он конечно в любви мне не признается но вот он говорит что он скучает и когда он смотрел на свою пару он сразу вспоминал нас и хотел меня видеть и вот вы знаете на самом деле наши отношения какую-то новую фазу вступили вот знаете как там говорят что на после реставрации просто стали как новые помните друзья да но не могу не смеяться на самом деле вот он на тут предложил погулять говорит я так насиделся тоже там в квартире и предложил погулять мы с ним поехали любимое его место black gang chain я сейчас уже научилась называть это место как-то у меня сразу не получалось вот и там такой высокий обрыв и вы знаете ветрище у нас сейчас такой ветер сильный вот и как-то там гулять конечно не очень я говорю я мерзну вот он меня все обнимает и обнимает и вот начинает обнимать и тут же останавливает и начинаем мы с ним целоваться друзья но это вообще вы не поверите да я и сама верю с трудом тут мне кто-то сказал что да что да зачем они нужны после 60 лет что это куда это да вот такие вот первая старые пер 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 не могу их и даже не хочу это слово на запад и я не могу сказать что вот он у меня мартин относится к категории каких-то стариков вот и можно его так назвать но никак не получается понимаете человек просто молодой или здесь другие мужчины потому что вы понимаете мне от старик-то тоже такой как вы говорите совершенно не нужен который весь скрипит все у него болит и что тут уже никаких как говорится поползновений кому и зачем нужен такой мужчина ну вот мартину 62 года он на четыре года всего моложе меня но я говорю всего потому что на самом же деле это совсем немного в таком возрасте понимаете это же не в школе когда 4 года была огромная разница если я училась в девятом классе а он был пятиклассником конечно он бы мне вообще не заинтересовал но сейчас уже эти грани они же стираются просто понимаете и вот мы с ним гуляем без конца через каждые пять минут целуемся а ведь мы не одни в конце концов вы знаете хоть и холодно но там тоже люди ходят и я ему говорю слушай марки ну люди ходят как-то неудобно что же мы целуемся то все время он горит да и пусть и пусть пусть завидует я говорю так ну зависть же не хорошее чувство нет пусть завидует я уже насмотрелся на пары когда был один и я так за фиг был пусть теперь они мне завидуют но я вот думаю такая красота сколько той жизни осталось чтобы что-то нам тут думать сопоставлять выбирать перебирать может быть нет неправильно я говорю все равно конечно же какой-то другой мужчина видите мне был и не нужен а вот только с мартином у нас как-то так все получилось я просто о том говорю что сколько раз уже вот так вот мы с ним вроде как расставались и вроде уже ничего казалось бы не будет продолжение не будет я много раз обижалась что он мне в чем-то не помогает но вот сейчас видите приехал он тут же сразу же элементарно развел всю эту мою проблему с машиной разобрался а вот неизвестно смогла ли бы я одна все это вот так вот быстро раскрутить и я остаюсь при своем мнении что любом возрасте мужчина нужен женщине а женщина нужна мужчине в любом возрасте пара поддержка друг друга она обязательно должна быть но уж то что женщина должна быть счастливой она должна быть любимой и И всегда удовлетворённой, чтобы мужчина, понимаете, смотрел на неё влюблёнными глазами. Почему вот эти вот возрастные ограничения опять начинаются у наших женщин? Они сами себе просто, понимаете, отрезают и перерубают какие-то дальнейшие отношения, которые, возможно, могли бы и быть. Я не устаю повторять, что возраст – это только цифра. Салопутик, смотрите, какой баранчик, какой бараша. Ну, что ты испугался? Иди сюда, иди, мой хороший. Ну, бараша, он, наверное, русский язык не понимает и напугался. Так что вот, друзья, хочу сказать, живите так, как ваша душа желает. Ощущайте себя всегда молодыми. Не слушайте никого, Господи! Ну и сколько опять же тех завистников. Вот Мартин сказал, что пусть завидует. Я не знаю, я, конечно, как-то вот чёрного глаза и зависти немножко побаиваюсь, но всё равно ведь никуда не денешься. А вы знаете, сколько ещё бывает смешных моментов, что даже мне вот сейчас некоторые пытаются тоже писать, что вы говорите, что вот вы симпатичная, какая вы такая страшная! И накрашенная страшная, и не накрашенная страшная. Я вспомнила в связи с этим, знаете, было когда-то ещё, ну, давненько тоже, когда я работала в Москве, и у нас одна там была такая тоже завистливая, евреечка одна. И вот она как-то разговорились, тут мы, ну, были так шапочно знакомы, и вот как-то разговорились тут в компании. И я говорю, да я вот из донских казаков. И она мне на голубом глазу заявляет, надо же, Галя, действительно, ты донская казачка, ну надо же! А я слышала, что казачки все такие красивые! Это она мне, понимаете, вот такой вот закидон. Ну, как бы, что я, типа того, что куда тут уж такой толстый был намёк. Ну, и я, как говорится, нашлась. Я-то, в общем-то, в карман не полезу за словцом. И я говорю, слушай, а я вот слышала, что еврейки все такие умные. Представляешь, как мы с тобой обе ошиблись! Она была еврейкой. Опять хочу вам показать. Посмотрите, я подошла, ходила тут кругами, пока с вами разговаривала. Я подошла к своему дому опять. Посмотрите, это вот Мишель. Вот здесь живёт. Вот у неё жёлтенькая входная дверь. Вот, видите, отдельный вход. Вот она занимает первый этаж. У неё там садик впереди, где сажала она, помните, кусты, кто смотрит мои видео. В общем, вы знаете, что... Вот она решила продавать. Видите, вот написано номер 4 апартаменты. Number 4. И почему Мишель решила продавать? Ну, во-первых, потому что, как она сказала, у неё мама умерла, и у неё сейчас появились деньги, но ещё от продажи маминой квартиры. И она хочет лучше. Ей там не нравится. Там у неё темно. И вот этот вот вход у неё, вы знаете, сразу в спальню. У неё ещё с другой стороны, там есть другой вход из кухни. И вот этот из спальни. Ни один, ни второй. Как-то абсолютно не впечатляют. Ну, и ещё одна проблема. Я вам сейчас про неё рассказывать не буду. Я попозже расскажу, что за проблему мы здесь имеем с нашим домом. Помимо того, что нужно ремонтировать крышу там. И вообще дом старый. Ну, в общем, проблем достаточно. Вот сейчас Мишель, если продаст, не знаю, за сколько она выставила, я поговорю с ней, вам расскажу тогда продолжение. У нас сегодня ночью такой был штормовой ветер, что, посмотрите, сломала даже вот этот вот щит этот о продаже. Вообще все поваляло тут и цветы, и всё на свете. Видите, что творится? Всё поваляло, всё поломало. Ну, и вот она вам английская погода, друзья. Вот так вот. Только что было солнышко, и начался сильный дождь. Моя съёмочка для вас на этом заканчивается, друзья. Поеду я домой. Всего вам доброго, друзья. Ещё увидимся. Всем здоровья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok